Но сейчас мне надо прочитать для вас текст. И в последней секции сегодня, в последнем уроке, мы обсудим цели, которые мы будем разбирать, и пути, к которым мы будем двигаться всю неделю. Почему нам надо изучать пророчества? Для чего? Что мы должны изучать о пророчествах? В первую очередь, чтобы достигнуть тех, кто учится через слышание. Когда мы смотрим на пророчество, которое в Писании, это значит, что мы должны изучить пророка, чтобы понять. Это золотодобытчики духовные. Один пункт. Это может держать в смятении, если мы думаем, что пророчество только касается будущего. Пророчество может быть направлено на укрепление нашей веры. И мы можем видеть в Писании, как Бог наполняет через пророчество. Это может ободрить нас. Пророчество может высвободить Божью смелость, дать Божью смелость людям, которые слышат это пророчество, наполнить их Божьей смелостью. Когда мы видим пророчество в Писании, это может нам помочь лучше различать времена и сроки. Мы можем увидеть принципы, которые нам необходимо понять. Это также может нам помочь быть более вовлеченными в то, что происходит на сегодняшний день. И мы можем увидеть, как Божье Слово все соединяет вместе. Мы сейчас разберем роль пророка. И мы рассмотрим два слова. В английском есть четыре рассказа и четвертый рассказа. Один – это тот, кто предсказывает будущее. И другой – это тот, кто предсказывает будущее. Два слова разберем. Одно означает тот, кто предсказывает будущее. А другое слово означает тот, кто провозглашает Слово Божье. Мы увидим, что пророк – это буквально уста Божье. Пророк – тот, в которого буквально Бог вкладывает свои слова в уста его. Также мы рассмотрим о том, как это может влиять на ежедневные ситуации. Работа пророка – это подчеркнуть божественность Господа. Его могущество, Его святость, Его праведность, Его праведность, судейство, справедливость. Мы рассмотрим принципы, по которым Господь относится, действует в людях, для людей. Это тот, кто провозглашает бесконечность Бога. Бесконечность мудрости, знания и понимания. Поэтому можно провозгласить о конце в начале. Он – тот, кто провозглашает Бога в Его бесконечности мудрости, знания, понимания. И он также провозглашает, что Он знает о конце в самом начале. Он также провозглашает о бесконечности силы Господней. И также провозглашает то, с чем Бог спорить не будет. Божьи принципы никогда не меняются. Поэтому человек может положиться всегда на Него. Мы также увидим, как пророчества функционируют, работают в разных путях. Некоторые из них на прекрасном языке. Некоторые из них величественны, творческие. И также очень экспрессивно высказаны в написанной форме. Они вдохновлены. Второе Петра. Мы там увидим текст. Первая глава. Двадцатый, двадцать первый стих. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И мы рассмотрим, как пророчества вдохновляют, и как это работает. Также о пророке, который вдохновляет. Бог также использует саму личность, чтобы показать, через кого он работает. В этом случае мы увидим, что Бог распознает личности. И использует каждого особенным путем. Даже в пророчествах. Как я сказал вам ранее, у нас есть церкви. И когда кто-либо пророчествует. И всегда это одинаково. И это стало традицией. Бог так не работает. Бог не делает роботов. Он знает наш характер, он знает наши личности. Он знает, как это использовать, в частности, в пророчествах. Также мы увидим, как Бог использует наше прошлое, те вещи, которые мы переживали. Чтобы соединиться с его пророческим словом. Как личности, мы все радуемся. Мы славим, мы вопим, мы надеемся. Мы посмотрим, откуда пророчества берут начало. И как это приходит к нам. Это может прийти через сны. Это может прийти в видениях. Это может быть конкретное слово от Господа. И разные другие пути, которые мы рассмотрим. Сердце пророка Оно знает волю Господа для людей. Поэтому он выбрал его. И в этом он движется. Это то, что позволяет ему двигаться, чтобы воля Божья, которую он излил ему, была донесена до народа. В течение обучения мы будем нуждаться в некоторых вещах. Первое, нам необходимо желание узнать, что Бог хочет. Мы должны понять взаимоотношения. Мы должны понять, как стать ближе к Нему. Как лучше принимать. Понимать, как Бог говорит и распознавать пути разные, по которым Бог говорит. И мы должны также различать, какие бывают спекуляции по поводу пророчеств и пророков. Чтобы понимать это и научиться этому всему, нам необходимо сконцентрироваться. И, как я сказал уже ранее, нам необходимо будет заплатить цену. Отдать нашу гордость. Окей? Все это знание дает нам понимание, что это значит быть пророком. И как это может повлиять на нашу жизнь. Также мы рассмотрим, как пророчество работает с духовной моралью и политическими моментами. Как пророчество может входить в любую ежедневную ситуацию. Также я верю, что есть важный момент для мессианской надежды, которая сокрыта в пророчествах Ветхого Завета. И как мы это можем рассмотреть для будущего. Я хотел бы остановиться на том, чем я сказал уже. Потому что не так много времени у нас еще осталось сегодня. И если у кого-то из вас есть вопросы, я хотел бы услышать их. И хотел бы дать вам возможность высказаться. В первую очередь, кто-то хочет. Действительно, многие ответы вы получите в течение этой недели. Но если у вас уже сегодня есть какие-то вопросы, вы можете их высказать, высвободить. Может быть, эти вопросы помогут мне, чтобы я покрыл ответами их. Поэтому я хотел бы диалога. Подробнее. Подробнее. Какие длины? есть действительно разница между служением пророка и даром пророчества. И мы рассмотрим это позже. Это в расписании, то есть мы это узнаем. То есть если вы сейчас будете задавать вопросы, они будут в расписании, мы просто это узнаем на неделе, а может будет что-то уникальное, что он ответит прямо сейчас и то, что он может покрыть для вас. Эндрю, Эндрю, ask how he can do homework. Эндрю, 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 эндрю. Я хотел бы рассмотреть вместе с вами Исайя 40 главу, которую я задал вам на дом расписать. Вы просто изучайте для себя, разбирайте это. И это было бы хорошо, если бы вы расписали те вещи, которые вы увидите в этой главе. И когда мы будем вместе с вами разбирать, кто из вас что увидел в Писании, то это на будущее поможет нам понимать и видеть, как это работает. Это очень большая и важная часть пророчества и пророков. И если вы на самом деле глубоко заинтересуетесь, этому придется посвятить определенное количество времени и изучения. И некоторые вещи очень прямые, и их очень легко понять. Мне надо быть очень осторожным с этим, потому что у некоторых людей есть непонимание в этом вопросе. Очень много символизма в Писании. Но если мы сконцентрируемся только на символизме, и упустим направление и смысл конкретно слов, поэтому мы будем разбирать это дальше, когда будем изучать. Чтобы вы могли также разбираться в символизмах, которые скрыты там. чтобы вы не попали в ловушку сплошных символов. Да? Okay. You had something to say. For what we need to hear the prophecy about our past, if more important to hear about our future, for what we need to hear prophecy for our past. I'm not quite sure what I understand what you want to know here. You told earlier that prophecy not every time about our future. So we can... You assume that it was about your past. Not necessarily, no. Но это не значит, что пророчество о твоем прошлом. Абсолютно нет. Факт в том, что пророчество не всегда о твоем будущем, это не означает, что оно должно быть о твоем прошлом. Чаще всего это вопрос, касающийся, что надо делать здесь и сейчас. Сейчас. И бывают исключения. Иногда вы можете получить слово пророческое о вашем прошлом. В чем причина для этого слова? Причина для этого слова? Если у тебя остались в твоем прошлом нерешенные вопросы, это может удерживать тебя от успешности в настоящем. Это более пастерский вопрос. И чаще это работает с духом, словом знания. Если я тебе дам пример, может, это тебе лучше поможет. Более чем 20 лет я был пастырем церкви. И ты сталкиваешься с тем, что у людей есть проблемы и ситуации. И ты не всегда можешь понимать, почему у людей эти ситуации и проблемы. Но тогда Бог открывает тебе и являет тебе, что у этого человека есть нерешенные вопросы в прошлом. И если ты начинаешь функционировать в этой области, ты увидишь, что это влияет на жизни людей. У меня конкретный был пример. У этого человека был вообще необъяснимый страх. Никакой физической, никакой явной причины не было для того, чтобы этот человек испытывал страх. Но это что-то пугало его до смерти. И мы консультировали этого человека. Но мы не сдвигались с места, мы не шли вперед. И однажды, когда мы молились за него, И меня Бог побудил спросить его о том, как ты себя чувствовал, когда ты потерялся в лесу. Когда ты потерялся в шкафу, простите. Закрытым оказался там. И мы задали ему этот вопрос. И он был так удивлен. Он спросил, как вы узнали? И я сказал, что это то, что Бог сказал мне, когда я молился. И он объяснил нам, что родители его запирали в шкафу, когда уходили по вечерам из дома. И это постоянно держало его в страхе, что кто-то его запрет. И он начал в итоге бояться людей и бояться всего. Но когда мы помолились за это, он был освобожден. И он теперь функционирует нормально. Иногда нам непонятно, почему, по какой причине люди что-то делают. И у нас могут быть наши идеи. Мы можем пытаться их консультировать. Но мы никуда их не сдвинем. И в моем служении было несколько таких ситуаций. И через это мы научились всегда молиться. И Бог показывал, где причина. Не симптомы. Иногда, когда мы приходим к доктору, доктор говорит, какие у вас симптомы. На самом деле, он не особо интересуется симптомами. Но симптомы помогают ему разобраться в том, что на самом деле не работает нормально. У вас может быть головная боль или в желудке боль. И есть причина, почему вы не чувствуете себя достаточно хорошо. Но это может быть источник где-то совершенно в другом месте. И даже физическая медицина, они знают это. И, естественно, духовный мир знают. Мы под влиянием вещей, которые происходят. И слово «знание» очень может помочь в данных ситуациях, помочь людям найти причины и освободиться. И это очень выглядит, как пророческое слово о твоем прошлом. Но всегда это ведет к тому, чтобы получить свободу и двигаться вперед к тому, к чему Бог тебя призывает. К полноте, в которую Бог тебя призывает. Хорошо? Я думаю, что уже время конца сегодня обучения. Спасибо.